Депутаты Армавирской городской думы собрались на внеочередное заседание, так как появились вопросы, требующие принятия срочных решений. Первым из них на повестке дня стал местный бюджет. Из края поступили средства, которые нужно начать осваивать прямо сейчас. Дополнительные средства средства девятой школы – это 23 миллиона 356 тысяч. Кроме того, поступили средства на субсидии на доступную среду – миллион 462. И уменьшаются средства на развитие спортивных сооружений на 252 тысячи, так как конкурс прошел и краевые деньги сразу на эту сумму уменьшаются. Капитальный ремонт и ремонт содержания коммунальной терраструктуры – лимит увеличивается на 4 миллиона капитальный ремонт водопроводных сетей. В первую очередь сроки касаются работ на городских коммуникациях, которые планируют сделать до конца года. Водопровод будет отремонтирован за счет софинансирования из местного и краевого бюджета. При губернаторе подняли люди вопрос по первомайке проводить. Надо решать. Лимитов не доводили. Доводят вот по этой неделе. Не будет нашего софинансирования, не будет денег. В принципе, можем ничего не делать. За свои будем делать. Можно делать за свои за 29, а можно делать за свои за 4. Чуть больше трех месяцев остается и для процедуры передачи многофункционального центра в собственность края. С 1 января 2018 года произойдет переход на центральную систему оказания услуг через государственное учреждение. Оно и заменит муниципальное. Администрация Краснодарского края принято решение в связи с этим о передаче движимого имущества в собственность Краснодарского края для наделения этим имуществом государственного учреждения, чтобы была возможность осуществлять данный вид услуг. В связи с чем мы выносим проект решения, которым просим согласовать передачу из муниципальной собственности в государственную собственность Краснодарского края только движимого имущества. Изменения не отразятся на работе многофункционального центра, зато повлияют на зарплату сотрудников. Её обещают поднять до среднекраевой. В городе вскоре появится новая достопримечательность – памятник лётчику-космонавту Виктору Горбатко. Его установят на деньги спонсоров. Прототипом стал бюст, который находится во Вьетнаме. Горбатко дважды герой Советского Союза и герой Вьетнама. Он от Вьетнама летал в космос. И он посадил пальму во Вьетнаме, и там стоит памятник. Наш памятник похожий, и так оно символично. И жене он нравится, и семье этот памятник, который во Вьетнаме. И мы похожий памятник под платаном, который посадил Горбатко, поставим. В Армавире на пересечении улиц Кирова и Комсомольской растёт платан, который посадил дважды герой Советского Союза. Здесь и будет установлен бюст знаменитого кубанского покорителя космоса. Инна Лепёткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал РНТВ, Армавир.